друзья подписчики я вас приветствую с вами очень бог недавно я выкладывал видео по квашению овощей и как бы считаю своим долгом все-таки записать продолжение а именно тесты дегустацию чтобы на деле вам показать что у нас получилось что не получилось значит я ничего не трогал по срокам я вам ничего говорить не буду потому что как я вам говорил сроки будут конкретно отличаться в зависимости от множества факторов от того что у вас конкретно за овощи какого они размера какой концентрации солевой раствор какая у вас температура в помещении там объемы банок и прочее там кислотность воды короче или щелочность как это называется поэтому мы это все пустим я вам говорил главное это вы смотрите по цвету рассола и смотрите по вкусу то есть надо пробовать в общем но прошло примерно я не знаю 45 дней где-то так вот я дату не записывал я просто смотрю и примерно контролирует значит что мы наблюдаем я сейчас хочу как бы снять пробу и сразу вам сказать какой получился вкус потому что я вам говорил этот эксперимент проводился в нем чем секрет то что я очень сильно уменьшил количество соли то есть в стандартном рецепте идет 5 процентный солевой раствор а здесь используется 4 процентный хотя в интернете мне попадались информация что можно использовать даже и двух с половиной процентный раствор но тоже это наверное зависит то же самое это вообще от того что вы хотите добиться вот я в процессе когда здесь ну их как следил за ними то есть тут видите я вам говорил про эту же проблему овощи всплывают и бывают люди покупают специальные такие стеклянные они продаются в наборах даже на алиэкспрессе специальные грузики стеклянные вы их сверху ложите они придавливают но я не знаю может быть и стоит купить но пока ничего не покупал мне как-то не хочется накапливать множество вот этих вот всяких как это сказать ну всяких инструментов которые редко используются и как бы хранить они везде валяться будут вот что с ними делать то есть это ну соли не квашене соления ты же делаешь сравнительно редко пошел ты столько банок надел ну и хватит на пару месяцев может месяца на три смотря как они по вкусу будут и когда я это контролировал то не всплывали я тут засовывал ну то что под руку придется то есть вот крышка тут подошла то есть использовал для того чтобы их туда утапливать я вот из этой капусты попробовал один кусок я заметил что вкус абсолютно другой вот вроде бы всего на 20 процентов изменил количество соли но капуста она стала менее соленая но более кислая ну короче я не знаю тут блин ну все равно она тут где-то всплывала нам надо взять которая была прям сильно затоплена посмотрим да у нее и запах другой короче она пахнет именно кислой капустой и но выглядит как-то тоже немного по-другому не знаю сейчас попробуем это в этом собственно эксперимент заключается возьмем так такую вот веточку сейчас от нее отрежу кусочек так так положим обратно так видео буду стараться делать покороче потому что к сожалению вот этот режим работает только в 4к а в меньших разрешениях не работает я не хочу сейчас видео получится надеюсь гигабайт потом фигу узнает что с ним делать так здесь у нас имеется вот такой огурец так что у нас здесь еще в этой банке имеется имеется у нас сельдерей там еще имеется капуста халапине перец то есть вот эти должны быть острые не знаю сейчас на деле посмотрим острые они не острые короче я пробовал только капусту из них банок ничего не пробовал то что их стало меньше это это из-за того что они уменьшаются когда заквасятся вот это такой процесс в общем что по мутности то есть мы видим что вода стала мутная прошло три дня как бы после того как она стала мутная там или два и уже надо пробовать то есть здесь дело вкуса когда вас вкус устроит просто останавливаете этот процесс представляете в холодильник и там она будет продолжать квасится но при низкой температуры очень очень медленно то есть но бы реально он грел можно наверно до полугода хранить овощи в холодильнике в таком виде так здесь у нас значит имеются большие цельные огурцы так давайте возьмем какую-то не знаю поменьше но вообще видите как бы осадка пока я особо не вижу то есть когда процесс уже заканчивается этот осадок взять просто поменьше чтобы большую не есть так то есть когда процесс уже ну как бы подходит концу этого квашения они вот эти огурцы там помидоры но все эти овощи на них такой белый осадок выпадает я вам по моему показывал другом видео вот здесь пока видите осадка нет то есть еще не так много времени прошло короче по помидоры я вам говорил на них требуется больше дни так их трусить что воздух выходил ну видите пузырится я не думаю их нет смысла пока пробовать потому что здесь нет ни мути а муть должна быть и нету осадка то есть помидоры вот эти посленовые они больше времени требуют короче их не пробуем пока вот с этими штуками я не знаю тоже я выкладывал фотки в инстаграме некоторые люди пишут помидоры но это не помидоры на видео я вам показывал это такое растение которое называется физалис но она тоже из семейства посленовых вот но я думаю они будут также долго как помидора может даже еще и дольше короче вы видите вот эти например вот это они даже еще цвет не поменяли то есть они были вот такие ярко-ярко-ярко-зеленые они собственно пока такие до сих пор есть некоторые поменяли цвет некоторые не час давайте какой-то самый маленький найдет и самый темный вот этот вот возьмем снимем с него пробу основную положим обратно видите как тут уже это самое чуть куда-то рассол туле испарился то ли фиг его знает они должны быть покрытый рассол и последнее что у нас осталось вот эти огурцы в нарезке так это другого сорта обязательно надо их достать тоже на пробу короче тоже видите но но все-таки да вот это надо что-то с этими прессами делать потому что они не должны выходить за границу воды потому что сейчас она там застрянет и вообще пипец будет они не должны подниматься за границу воды потому что тогда они не должны всплывать уже тогда они будут короче просто портится гнить или еще что-то они должны постоянно полностью погруженные находиться так давайте что давайте давайте приступать к пробе так запах сразу вам говорю обалденный запах именно такой очень хороший именно нету вот этого запаха знаете как старости бывает когда овощи уже переквашены они таким старым пахнут или чем-то неприятным запах очень приятным такой свежий как пахнет как малосольными короче попробую сейчас капусту но выглядит как-то она странновато давайте вот подсветку включим суп лучше было видно она хрустящая очень хрустящая вы слышите хруст вот о чем я вам говорю вкус обалденный вообще не чувствуется вкуса соли но она и не кислая еще блин очень оригинально получилось оно совсем чуть-чуть солено и совсем чуть-чуть кислая но именно есть вкус вот такой вот ферментированный мне это нравится будно больше чем прошлый раз было но может ее еще день-два подержать очень хрустящая ну такая она стала мягче чем обычная капуста и я одобряю капусту надо будет потом этот рецепт запомнить а чё блин я забыл это же рецепт который был экспериментальный с малиновыми листьями блин может из-за этих листьев такой вкус классный я не знаю так теперь пробуем вот эту цветную прошлый раз цветная была очень вкусная набалдеть просто офигенно есть небольшая кислота ну совсем чуть-чуть то самое соли стало меньше наверное тоже вот день-два подержать и будет идеал то сейчас оно все находится в состоянии малосольности в принципе если кому нравится малосольное можно уже в таком виде все есть уже можно в холодильник забирать очень вкусная но я хочу чтоб чуть больше кислоты набралась чтобы она не стала полностью готова чтобы была уже где-то вещь еще может быть вот наполовину от этого чтобы короче теперь пробуем вот это огурец из банки с халапени вон они там где вон видно халапени на дне плавают я вам говорил я два больших кину я не знаю сейчас попробую дали они какую-то горькость или нет так честно говоря фиговые вот эти огурцы наверно сами по себе для этого дела это какой-то странный сорт я вам показывал их непонятно что за огурцы у них очень толстая кожа очень толстая но они такие темно-зеленые короче ну как она по вкусу да как какой-то квашеный овощ но она даже не похоже на огурец а ну какой-то смесь как между огурцом и кабачком получилось тут больше кислоты уже чем капусте и соли вообще нету чувствуется только квашение вот этот ферментированный вкус и вкусом кислоты небольшой запаха вообще нет он даже не пахнет огурцами кисле уже чем если сравнивать с капустой тут огурец что селом раза в два уже кисле я запах просто нюхаю капуста лучше пахнет короче вот это не очень но я думаю это проблема проблема самого огурца наверное эти огурцы не особо подходящий для этой цели сейчас мы попробуем нормальный огурец вот такой вот и сравним так ну то есть видно он с виду как малосольный пусть видно что вот это вот уже процесс пошел если он вес станет такой темный он уже будет полностью соленый сейчас он видите но только начал солиться ну квасится ну квасится вот это абсолютно другое дело ну во-первых хрустящий тут вообще не хрустящий здесь вкуснее сам рассол уже видите здесь много укропа а здесь нет укропа там только халапеньо было ну в той банке здесь меньше кислоты потому что они наверно больше они целиком вот это у меня порезанные или но кислоты еще мало то есть они они уже начинают класятся но и рано еще то есть это тоже как самое на ну начальная стадия малосольности вот эти но вкусно и чувствуется вкус укропа соли почти не чувствуется то есть вот это получается только с укропом я в этот раз вам говорил специй не клал или клал по минимуму не не хочу это самое экспериментировать так и кстати стой банкиш у нас остался еще вот этот час попробуем сельдерей надо хрень очень жестко даже фиг разгрызешь ну какие-то палки ну да он очень хрустящий принципе он заквасился но я бы не сказал что это что-то супер прямо вкусно давайте оттуда кстати попробуем если сейчас если удастся достать чуку пусты кусок попробовать не получится блин жалко ладно это уже тогда потом когда полностью все готовится короче не достать им никак это на все верхние овощи вытащить сначала короче давайте пробовать тогда вот тут огурец который из банки с огурцами и который с укропом и там еще по-моему чеснок был если я правильно помню в той банке кстати уже выпал на дне осадок белый то есть наш тут эти уже готовы но и видите как они вы выглядят то есть когда он вот полностью весь такой вот темный прозрачный это значит он уже весь заквасился здесь он уже почти заквасился потому что тут уже мало очень осталось таких мест хорошим я не могу сказать что это гадость но принципе вполне себе такой продукт ну она заквашена и съедобная но просто вкус непривычен я думаю что никто такого не пробовал больше этот огурец совсем другой у него в принципе изначально у этого огурца совсем другой вкус короче вот эти огурцы уже надо набирать холодильник они уже готовы соли вообще не чувствуется чувствуется в основном кислота и вот видите белая это уже осадок то есть когда осадок это в принципе она уже наверняка готова других банках видно осадка нет здесь она порезана друзья говорю в каждом случае это индивидуально но это не чуть уже взболтались явно видно что тут на дне уже был большой слой белого осадка за белый осадок уже все можно все это снимать короче вот эту я уже убираю в холодильник вот эту она готова вот вкус я скажу на троечку на троечку он не дерьмо нельзя сказать что дерьмо но и не стоит овчинка выделки они те огурцы данные недорогие принципе по них не местным ценам но для этой цели я думаю их нет смысла брать лучше взять что-то другое по моему даже кабачки наверно ничем не хуже получаются и короче самая последняя пробуем вот этот физалис я его кстати вообще никогда не пробовал ну пробовал в консервах мексиканских но там он маринованный сейчас посмотрим что это такое так вот как он выглядит видно да 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 короче тема блин прикольная вещь кстати блин очень вкусная но блин мне сложно сказать получились они или нет потому что не знаю какие они должны быть я никогда не пробовал их не в сыром виде не в квашеном в маринованном виде они абсолютно невкусные там вкус только уксуса и какой-то слизи это совсем другое когда они маринованные они становятся мягкие такие как без всякой текстуры и черные . наверно не с ножа грязь какая-то кофе куски но это не в нем в нем никаких черных точек внутри нет короче вот это прикольно но я бы не сказал что топ но мне понравилось на оригинальный вкус такой свежим как в нем такая кислинка своя натуральная то все-таки слота я думаю не с квашения как приходит других овощах а это его оригинальная но очень вкусно дороже вот эту тему друзья рекомендуется увидите дешево тогда его марте брал они тонко по какой-то смешной цене были у нас они в магазе по-моему 279 конечно бы не стал брать у нас я не по моему доллар чем-то он доллар 80 вполне себе стоит короче по итогам я бы сказал больше всего мне понравилась вот эта фигня капуста да я бы сказал что на первое место но из этой партии я бы поставил капусту почему потому что она получилась какая-то именно квашеная не соленая не кислая а именно очень вкусная она получилась только это ферментирована короче здесь получается только морковь и листья вот этой фигни малины я не знаю влияли они тут как-то или нет я на дно просто положил ну вот это мне очень понравилось и и вот это ну вот это вкуснее обычная капуста белокачанная туда он показывал кочаны такие маленькие были то здесь каждый качан на 4 на 6 частей разрезан очень вкусно и вот это цветная в этой банке все вкусно получилось блин еще бы морковь достать блин ну давай всплывай ну вот зараза так даст ее вытащить да сейчас но она наверное еще не готова потому что морковь она же твердая ммм морковь тоже офигенно получилась она тут перец еще был странно блин надо всегда подробно записывать рецепты ну да есть перец мушевую сверху тушку короче вот здесь все вкусно получилось и даже морковь вкусно по сравнению с прошлом дата короче в этой банке эти огурцы фигня наверное из-за того что они огурцы капусту попробовать не удалось сельдерей тоже фигня но я не думаю что это проблема квашения его квасит но он сам по себе не вкусный изначально когда он еще даже не не заквашен поэтому он в принципе такой должен быть но он получился он заквасился вот физиалисы но они достаточно крупные они еще не прокласились наверно капусту невозможно достать поэтому пока непонятно вот этот огурец хорошо получился но он еще не готов есть небольшой вкус кислоты небольшой вкус укропа но он еще очень слабо малосольный хотя ну если рассчитывать именно на малосольные их уже можно в принципе собирать холодильник ну я еще подожду завтра попробую после завтра но претензий нету все четко какой должен быть вкус огурца единственное ну нет здесь все отлично вот и физиалис мне понравился очень понравился короче я вам сразу сказал что рекомендую попробовать вот оригинальный вкус он именно такой яркий какой-то экзотический в же время не противный ничего не вызывает никаких негативных эмоций маринованно этот физиалис мексиканских консервах дерьмо вот вот этот намного лучше сырой я не знаю можно ли вообще сырой есть вот короче ну совсем не то что помидор зеленый вкус другой абсолютно вообще с помидором по моему не связано никак ну это тот же семейство растений вроде как посленовой но но нет это по вкусу она другое очень не напоминает помидоры ника вот короче друзья в общем принципе готовил единственное что хочу сделать выводы вот эти вот темно-зеленые огурцы на квашеню не берите или может и как-то но не даже они заквасились нормально я их конечно съем вот их целая банка я их уже убираю в холодильник они заквасились их есть можно в принципе вкус у них есть но смысла в этом нет они я бы не сказал что очень вкусный но они не мерзкие никакие ничего плохого но просто вот вкус что-то среднее между огурцом и кабачком я как вам сразу сказал но больше наверно кабачку но кабачок он не особо вкусный квашеный а это наверное еще хуже чем кабачок поэтому она просто как и не то что не вкусно и не то что вкусно короче есть можно но смысла в этом нету короче лучше брать такие огурцы но обязательно берите мелкую капусту обязательно цветную цветная получается очень вкусно обязательно физалисе сельдерей тоже на ваш взгляд но мне кажется тоже либо просто он дешевый его много можно там кинуть пару веток я не знаю как он на другие овощи влиять надо будет потом следующий раз попробовать такой же компусный набор но туда кинуть просто еще сельдерей посмотреть как он там получше но в общем это принципе все друзья не хочу вас сильно загружать поэтому ставьте лайки подписывайтесь пишите комменты всем приятного аппетита и огромное спасибо за просмотр это благоволит к вам господь пока пока спасибо за просмотр это покрытие